Приветствую вас на канале Спорткартс. Расширяется число коллекционеров и, соответственно, увеличивается количество вопросов относительно такого предмета коллекционирования, как спортивные карточки. Сегодня ответим на такой вопрос, что такое джерси-карта. Многие, наверное, знают. Для тех, кто не знает, проведем небольшой ликбез на эту тему. Но начать хочется, допустим, вот с этой карты. Карта Юхи Мецелы. Джерси-карта. Как вы видите, здесь фрагмент формы двух цветов. Зеленый и красный. С формы, в которой Юха выступал в матче звезд, который проходил в Казани. На что можно обратить внимание относительно джерси-карт? Во-первых, это, конечно же, толщина данной карты. Как вы видите, карты многослойные. Для того, чтобы внутри этой карты расположить фрагмент ткани, естественно, требуется наложение нескольких слоев. Что еще можно отметить? Что влияет на ценность карты, на ее редкость? Конечно же, тираж. Вот как вы видите здесь, слева, тираж этой карты 20 экземпляров. Всего лишь 20 таких карт было выпущено с фрагментами формы этого игрока. Это карта под номером 5. То есть, это пятая карта из 20. Также на обратной стороне всегда есть информация, помимо поздравлений о том, что вы стали счастливым обладателем данного раритета. Обязательно есть информация, является ли это карта с фрагментом игровой формы, либо с формой с какого-то ивент-мероприятия. В данном случае это карточка с фрагментом формы, в которой Юха Мецела выступал на неделе звезд хоккея в Татарстане. То есть, именно фрагмент той формы, в которой он выходил на лед в рамках звездного уикенда. Конечно, это добавляет ценности карты. То есть, получая ее в коллекцию, вы таким образом прикасаетесь к истории, прикасаетесь непосредственно к этому мероприятию, становитесь в какой-то степени владельцем частички этого мероприятия. На что еще стоит обратить внимание? Допустим, по той же подсерии, та же карта Юхи Мецела, на этот раз восьмой номер из двадцати. Посмотрите, фрагмент формы, на этот раз сюда попал кусок номера, я так понимаю, что с рукава. Конечно, такие фрагменты с элементами логотипов, с элементами каких-то спонсорских нашивок, с элементами номеров. Они, конечно, ценятся выше, смотрятся эффектно и, естественно, в коллекции еще более желанны. Обратная сторона, естественно, у карт одинаковая. Что еще может повлиять на ценность карты? Конечно, причастность ее к какому-то выдающемуся событию или знаменательному событию. Например, рассмотрим вот эту карту, которая посвящена финальной серии плей-офф 2012 года. Это джерси-карты Игоря Волкова, вот фрагмент с оригинальной формы омского авангарда. Тираж, казалось бы, больше, чем у карты Юхи Мецела. Тираж достаточно большой, 250 экземпляров. Но на обратной стороне мы видим информацию, что это фрагмент оригинальной игровой формы, которую Игорь Волков использовал в матчах финальной серии плей-офф KHL12. То есть, это фрагмент той самой формы, в которой Игорь Волков сражался с московским «Динамо» в финальной серии. Конечно, для любого любителя хоккея, особенно поклонника омского клуба, это, я думаю, что, в свою роду, бесценный раритет и экземпляр в коллекции в памяти о таком событии. Но, естественно, KHL и компания «Сериал», которая выпустила эти карты, не являются основоположниками движения. И, конечно же, началось все с NHL. И для примера можно посмотреть, допустим, карту Павла Дацука временного выступления за Detroit Red Wings. Также, видите, здесь характерный красный фрагмент формы с формы Детройта, выпущенной компанией Panini в коллекции «Титаниум». На обратной стороне также информация о достижениях Павла. Ну и внизу надпись, которая говорит о том, что эта форма является игровой. То есть, это фрагмент той самой формы, в которой Павел Дацук выходил на лед в матчах Национальной хоккейной лиги, что свидетельствует и подтверждает репутация компании. И, соответственно, все это отражено на карте. Также среди карт, помимо тиража, о котором мы говорили, в данном случае джерси карта Семена Варламова. Здесь тираж 49 экземпляров, это восьмой номер. И помимо того, что использованы два фрагмента формы, как вы видите, оба со швом, двухцветные, что тоже, конечно, придает определенного колорита, красоты, ну и ценности данной карты. Здесь представлены фрагменты формы сразу двух клубов НХЛ. В данном случае карта посвящена переходу Семена Варламова из Вашингтона в Колорадо. Соответственно, здесь у нас в левой части фрагмент формы Вашингтона, в правой части фрагмент формы Колорадо. Это также фрагменты игровой формы, в которой Семен выступал, соответственно, за Capitals и Avalanche. На обратной стороне также приведена информация, интересная, познавательная, возможно, поучительная. И также зафиксировано, что это фрагменты формы являются игровыми. То есть в этой форме игрок выходил на лед в матчах Национальной хоккейной лиги. Вот такие бывают джерси-карты. Очень интересная часть коллекционирования спортивных карт. Интересные элементы, интересный дизайн. Собирайте карты, задавайте свои вопросы. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok